Авиасообщение с некоторыми государствами уже открыто, поэтому иностранные студенты Казанского университета могут вернуться на очное обучение. Подробнее в следующем сюжете. Теперь для возвращения зарубежных студентов к очному обучению не нужно проходить 14-дневный обсервационный период. Достаточно дважды сдать тест на ковид. Первый не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. Второй в течение 72 часов после въезда на территорию. До получения результатов анализов после прибытия в Россию необходимо соблюдать режим изоляции. Те страны, которые, к сожалению, пока закрыты для миграции в Российскую Федерацию и пересечения границ, они остаются быть закрытыми. То есть постановление не регулирует вот эту часть, часть открытия или закрытия границ. Оно регулирует только процедуру, связанную с допуском студентов, которые уже въехали с образовательной целью и заселены в наше общежитие, допуском до занятий. Сокращает этот период обсервации. Напомним, что первый семестр текущего учебного года начинали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора о том, какие санитарно-эпидемиологические условия должны быть соблюдены. Прибывавшие на территорию России иностранные студенты должны были иметь справку об отсутствии ковид. Далее в течение 10-12 дней должны были находиться в обсервации. По итогам 10-12 дней нахождения в обсервации он сдавал еще один тест. Если этот тест был отрицательным, то такие студенты далее допускались до занятий. То есть это был достаточно долгий период времени, когда они находились в общежитиях, и не были допущены до очных занятий. По словам Тимирхана Алишева, сейчас за пределами Российской Федерации находятся примерно 25% иностранных студентов. Большая часть из них в странах Центральной Азии. Джамини Баева, Ленартов Литьяров, Универньюз.